Тема сегодняшнего нашего семинара — «Море». И как бы я хорошо думал, что в один семинар море-то и не втиснешь. Настолько много проявлений этой темы в живописи. С одной стороны, это высочайший пилотаж Айвазовского. И с другой стороны, это совершенно элементарные морские пейзажи, где всего-то, что перечислено, это небочка, полосочка моря, полосочка песочка. И это тоже морской пейзаж. И он настолько прост, что просто перечислить правильно, точно перечислить отношения одного к другому третьему. Поэтому, когда приходят и говорят, ну на уроке часто приходят и говорят, я хочу научиться писать море. То я, конечно, понимаю, что человек не вполне знает, что он спрашивает. Потому что море писать очень легко. Море Айвазовского очень тяжело. И я бы не советовал связываться с Айвазовским раньше времени. То есть дать себе некоторую возможность расширить кругозор по отношению к морскому пейзажу. А потом уже взяться за высший пилотаж Айвазовского. Хотя Айвазовский это тоже очень просто. Только чтобы получить ключи к нему, нужна некоторая техническая насыщенность. Эту техническую насыщенность лучше приобрести вначале, просто расширяя кругозор, сделав ряд работ, более простых морских пейзажей. Хотя у Айвазовского не было возможности писать море с фотографией. А у нас есть. И поэтому с тех пор, как появилась фотография, морской пейзаж очень сильно изменился. Именно морской пейзаж, вот эта подвижная среда, от того, что она настолько подвижна, что ее с натуры толком не напишешь. А фотография дала возможность любые виды морского пейзажа писать потрясающей правдоподобностью. И поскольку я заговорил о том, что море писать просто, и вообще моя задача показать, как наиболее просто войти в живопись новичку, а не наоборот, какой тяжелый труд ему предстоит. Вообще не труд, если делать с любовью. То есть живопись, которую... Когда любят живопись, а не себя в живописи, как мы это говорим. Когда человек любит сам парт творчества, конечно, у него успехи будут более значительные, и удовольствие от творчества будет колоссальное. Нежели когда человек сталкивается со своим несовершенством техническим и начинает раздражаться. То есть если мы идем... Если мы натыкаемся на раздражение в связи со своей невозможностью исполнить ту или иную задачу, это говорит о том, что мы что-то делаем не так. То есть живопись любит к себе любовь. И картины полюбленные, они как раз... Они как раз вот и видны. Вот полюбленная живопись, она видна. Даже у художников есть такая фраза, когда они приходят друг к другу, допустим, посмотреть, что там пишет коллега. Они говорят, ну вот это место ты не полюбил. Вот можете для себя даже поставить такую галочку. Полюбил, не полюбил. То есть есть места в картине, которые не полюблены или недолюблены. Это не значит, что они недовыписаны. Совсем не значит. Выписка картины — это другая статья. Ну, скажем, есть лёгкость письма, а есть неряшливость. И мы всегда можем отличить неряшливое письмо от лёгкого письма. Лёгкое письмо — это жест, это поступок, а неряшливое — это, скажем, даже невыписанность, если она в контексте картины бы требовалась. Или, скажем, некрасивость лица. У фигурки, допустим, у женской фигурки, да? Бился-бился, так и не получилось красивое личико. Ну, ладно, будет некрасиво. Ну, вот это уже неполюбленное место. Ну, первое, что в голову пришло, такое может быть неполюбленное место некрасивое женского лица. Ну, скажем, фигурка на втором плане. Действительно, это может быть из двух только штрихов, но она симпатичная. Сдалека видно, что симпатичная. А может быть, те же несколько штрихов, но видно, что страшненькое, поэтому... Неполюбленное место. Вот, и я, конечно, должен проговорить, поскольку среди вас есть новички, хотя, смотрю, сегодня немного, в основном те, которые уже были, проговорить немножко о том, на что следовало бы сделать акцент и вообще проявить внимание, когда мы только стартуем в живописи. С одной стороны, когда мы стартуем, перед нами гора очень высокая, и в живописи так много всего, что кажется, зайти на эту гору невозможно. А с другой стороны, живопись очень доступна, и масса тому свидетельств, как люди просто с улицы, вдруг ни с того ни с сего, становятся художниками и проявляют верх даже ремесленного совершенства. Хотя, в основном, все-таки не ремесленного, а больше творческого, но в том числе даже и ремесленного. Ну, вроде как известно, что Микеланджел в 15 лет уже был зрелым художником и писал как будущий Микеланджел уже. То есть, на самом деле, и возрасты все покорны. То есть, в наше время, 15-летние юноши, вряд ли можно даже представить себе, чтобы писал совершенно. Просто потому, что образ жизни и социум не даст им это сделать. А в какие-то времена... Но, с другой стороны, в прошлое времена представить себе, чтобы взрослый человек вдруг предпринял попытки заниматься изобразительным творчеством, тоже трудно. Да и вообще, я бы был делал очень малого числа людей. А сейчас, пожалуйста, каждый второй может себе позволить писать, мазицировать, петь. Вот. И в этом смысле современная живопись, конечно, дала возможность, раскрыв вообще горизонты творчества, раскрыл этот горизонт творчества настолько, что каждый новичок с самыми кривыми руками может себе позволить. Не то, что новичок. Человек без руки может себе позволить. Но вот одна из учениц у меня есть, в Днепропетровске, которая пишет ртом, у нее нет рук. И мы нашли язык живописи, хотя она и в реалистической манере уже попробовала себя и вполне хватает возможности рта и интеллекта ее личного, чтобы писать реалистично. Но мы предложили в свое время другую версию развития, это более современные такие формулы абстракционизма. И она с энтузиазмом взялась. Продуктивная эта живопись сразу стала, потому что одно дело абстракцию нарисовать, а другую. Но ее абстракции обладали особенным звучанием и обладают. Я надеюсь, что мне удастся ее показать людям в свое время, потому что девочка очень талантливая. Так она пишет вообще без рук. Но у нее есть чувство. И у нее есть потребность. Потребность встречи с людьми, потому что она заперта в пансионате. И это возможность выхода в люди и обратить на себя, в том числе на свою проблему, внимание. Ну а у тех, у кого есть руки, так и вовсе, по идее, бери, дорисуй и радуй близких, и себя, и потенциального зрителя. Потому что языков живописи стало так много, что, допустим, я не умею рисовать портрет. Ну вот не хватает мне чувства пропорции, чтобы писать портрет. Даже романтический, даже условный, даже приблизительный. У меня есть пейзаж, который совсем прост. А в данном случае еще и морской пейзаж, который мы сегодня пощупаем, который часто требует даже не умения рисовать, а скорее даже чувства. Вот это море, а вот это еще не море. То есть вот это же очень пластичная следа, она быстро меняется, да. И здесь больше даже может пойти счет на технологию подачи моря этой среды и на чувство, что вот это оно. А некоторые люди, вот я даже, поскольку я сам уже в море много, в Севастополе в частности, то я видел разницу между теми, кто чувствует море и тем, кто не чувствует. Вот если говорят пересушенная живопись. Многие пересушивают море. Есть проблема как в живописи можно пересушить. Изобразительно, вроде бы вся схема решена, скажем, прозрачная волна, по схеме все решено. Но по ощущениям это это не вода. А это ну какой-то искусственный рельеф, напоминающий воду. То есть вода в общем-то это тоже определенная склонность чувствовать или не чувствовать морской пейзаж. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с тем, что он не чувствует, ну может быть действительно пейзаж не ваш, или морской пейзаж не ваш. И наоборот, если кто-то влюблен в море и чувствует на холсте как оно примерно волнуется, меняется, то морской пейзаж может стать коньком. Причем морской пейзаж это одна из самых востребованных, самая востребованная живопись. Чаще всего покупают морской пейзаж, морскую даль. Поэтому и у Базовского был колоссальный успех. И у современных художников, те, которые занимаются именно идеей моря, успех просто безубречный. То есть лучше всего зарабатывают художники, которые пишут море. Если говорить о средней какой-то, не о высших проявлениях творческих, тогда художники известны всему миру или всему государству. И там может не идти речь, но там идет речь о имени. Но если брать массу живописи, морской пейзаж в ней, конечно, занимает очень много именно потому, что он обладает спросом, ну и потому, что все мы любим купаться. Я бы еще вкратце хотел снова коснуться стратегии вступления в живопись. Несмотря на то, что я повторяюсь может быть из семинара в семинар, всегда все равно находится что-нибудь сказать, что в прошлый раз не сказано. То есть иногда кажется, что вот я пойду простым академическим путем и рано или поздно приду. Не придешь, потому что у тебя не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем. Вот у вас взрослых людей просто не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем до того, до чего дошли другие художники. Вы знаете, что в основном художниками профессиональными становятся люди, которые прошли художественную школу 4 года, художественное училище 4 года и художественный институт То есть если у вас можно себе представить такой отрезок времени, тем более это определенная среда, в которой человек все эти годы обитал. Если вы можете себе позволить такую среду, ну тогда в путь. Если вы, поскольку вы просто не можете себе этого позволить, то надо стать на путь другой. И в этом смысле даже, может быть, ваше действие может быть даже более эффективным, чем часто. Проблемы, которые возникают у художников по классической схеме развивающейся, ваши проблемы могут оказаться меньшими. Какая проблема у классического образования? То есть, во-первых, это проблема, что она учит и медведя рисовать, а не все из вас медведи. Я настолько много сталкиваюсь с новичками, что я знаю проблему новичка. И опыт показал, что иногда в течение 20-30 уроков человек просто становится художником, готовым художником. И многие меня оставляют, потому что я им больше не нужна. Они начинают ходить на уроки и практически только получают похвалы или мы какой-то обсуждаем момент, который они бы и сами могли бы произвести. И без их творческой мысли достаточно, чтобы что-то обсудить. Я сама с собой порассуждал, сделать в выгодном ключе картину. Поэтому многие так быстро становятся художниками, что я им становлюсь не нужен. Я таким образом хотел бы как раз еще раз проговорить то, что разница между классическим образованием и образованием из руки мастера в руки ученика. Причем мастера не просто мастера, есть же бессловесные мастера, которые написать могут, а рассказать не могут. И получается, что часто вы приходите в студии и вам ставят обычную, а вот эту академическую живопись, о которой я хотел проговорить, вам ставят обычные задачи, которые ставят ученикам. То есть это драпировка, это яблочко, это кувшинчик, это бутылочка, вот это может какие-то металлические предметы, чтобы вы почувствовали фактуру, порисовали, получились. И это изнуряет вот эти штудии. И в итоге мы, не обладая тем временем, которое есть у ребенка, когда он этим занимается, мы сталкиваемся даже, может быть, со скучностью творческого процесса, когда это штудии, 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 ну а жизнь-то когда? Вот интересно в этом смысле американцы, я вот слышал, какой-то режиссерский факультет, который едва пришли, детки, на этот факультет, они сразу выходят на улицу с техникой и снимают кино. То есть какой-то им проговорен сценарий этого действия, какие-то мизонсцены, и они бросились с ним откинуть. И уже по факту того, что они создали, вот такие и в нашем случае, на мой взгляд, и я это очень эффективно доказываю на своих уроках, на мой взгляд, лучше сначала окунуть, то есть сначала уметь, а потом учиться. И причем уметь не столько даже рисовать куб или драпировку отдельно, конкретно, или конкретно морской пейзаж, а уметь решить картину. И с этими решенностями картин мы сейчас сталкиваемся на современных выставках, когда, в общем-то, умение рисовать, как бы вообще не нарочит его. Его трудно различить, а умеет художник рисовать или нет, тот, который пришел на выставку, который выставился. А тем не менее, срединский интерес налицо, интерес галеристов налицо, и успех налицо. И, в общем-то, это действительно предмет разговора, потому что, если мы придем, и будет все очень красивенько нарисовано, то, в общем-то, а предмет разговора-то может и не возникнуть. То есть, новаторство в живописи в наше время настолько это актуально, что те, кто идет по классической схеме, часто вообще не имеют успеха. Общество не взыскивает умение рисовать, и, соответственно, с трудом растится это умение, потому что, если тебя не заказывают, если тебя не заказывают, то некогда и шлифовать это умение. И часто художники мечутся, не знают, что бы такое нарисовать, чтобы все-таки это понравилось. Хотя, конечно, классическая живопись, особенно в России, в русской цивилизационном пространстве, все еще взыскано, и у нее есть стабильный спрос. Ну, хотя и на Западе есть этот спрос. Но, тем не менее, сами вот эти опытные мастера, которые прошли три ступени обучения, как правило, заболевают либо какой-то конвейерной живописи, когда вот он распробовал то, что продается, и просто начинает штамповать. Иногда даже вот у него 10 вариантов картину, он все 10 вариантов бесконечно повторяет, потому что они прекрасно уходят. То есть, да, конечно, в этих вот вариантах он поднатарел, но творческий процесс закончился, и вот это вот любовное отношение с творчеством и живописью просто прекратилось. А у вас-то как раз и проблемы такой нет. Вам не нужно кормить семью, вам не нужно соревноваться с коллегами по центру. Вот вы спокойно и с удовольствием вливаетесь в число людей, которые творят, а не те, которые производят продукты. Хотя бы произвести продукт, наша большая задача, и на наших уроках мы даже в большей степени делаем акцент не на обучении, нет, мы, конечно, и обучаемся, то есть технические приемы и прочее, но даже не на теорию живописи у нас идет акцент, больше на практику непосредственно, то есть конкретные технические приемы, которые дают возможность срезать углы нашего неумения, и на умение создать вещь, то есть дать конечный продукт. Хотя у нас еще нет навыков рисования, а конечный продукт, мы должны знать, как его создать. То есть как может выглядеть картина, пока сам не пройдешь, в общем-то это трудно понять, а если ты идешь только через студии и когда-то, может быть, напишешь картину, то это когда-то может так и не наступить, потому что ни времени не хватит, ни финансов, а мы на наших уроках как раз акцент делаем на создании картины. И это, на мой взгляд, очень важно для новичка, потому что языков живописи легких для исполнения пруд-пруди, а вот понимания того, с какого момента это уже картина, может быть, как раз и не хватает. И часто, вы знаете, люди закапываются, хорошо начали, а потом закапывают, засушивают картину. Я думаю, что многие из вас с этим столкнулись, что вроде начало было очень хорошее, обещающее. Но вот надо присмотреться к тому, где начало можно оставить уже готовым. И вот, допустим, даже иногда начало очень вкусненькое, но краски мало, вещества мало на картине. А чтобы потом набрасывать и набрасывать это вещество, начинается сушка картин. Она высушивается, она начинает быть слишком нарисованная. И вот стартануть, вы знаете, что мы часто исповедуем на уроках, ну, я исповедую эту идею, когда мастихином сначала набрасываем белило. То есть я до чего ставлю такую задачу? Человек набрасывает белило, и он уже вынужден работать краской. Не слухайте там какой-то рисовательный, такой полукарандашный, полупастельный. А вещество краски метнуть на холст, причем белило, они же безобидные. Мы же ничем не испортим картину, если кинем белило. То есть они совершенно безобидны для картины. Белило терновую дубную. И потом мастихином, акварельным мы начинаем растирать, стирать туда какие-то цветные мотивы. Вот. Я этим заставляю человека сразу пользоваться краской. Некоторые, конечно, перебор делают, то есть у некоторых наоборот. И им может быть даже, ну часто приходится даже останавливать от этого перебора, когда они просто лопатой собрасывают краску. Но это другая крайность. А в основном все-таки не хватает, ну непривык человек выдавливать вот столько краски на, вот если можно сказать, вот столько краски на полину. Как это? Белил, тюбик выдавить, да? Жалко. Белил надо выдавить вот столько. А в наше время замечено, что работа, что человека возбуждает краску на холсте. И вы часто видите беспредметную живопись с заляпанной краской. Но подходишь и волнуешься. Ну, наверное, с женщиной легче всего сравнивать все это волнение. Ну, вот, думаю, даже вы можете сами провести параллель, что в одном случае женщина не волнует, а в другом волнует. Вот и живопись волнует, когда есть вещество. А не когда есть изображение. Изображение у нас, картина, пробки всяких, фотографии и прочее. Причем часто доходит уже до, ну иногда кажется до абсурда, когда просто густятиной краски сделаны вещи, ну скажем, какой-то цветок. Цветок, но сделан на большой формат и еще и очень густой краской. И там рисунок толком и не видно. Ну, понятно, что человек цветок рисовал. Но подходишь и вот эти вот густые места. Конечно, уложить надо разумно. Не всякая густота звучит. И вот опять же, звучит, не звучит. Густота краски очень важна. Она очень возбуждает зрителя. Но она может совсем не звучать. То есть это просто выброшенные деньги. То есть есть определенные фактуры, определенные технические приемы бросить эту краску, чтобы она звучала. И за этим надо ходить на такие мастер-классы, как у меня, как у Максима. И я могу еще перечислить, конечно, такие имена. Когда мы, в общем, это варим, вот это блюдо мы варим для вас. Есть студии обыкновенные, которые вот и медведев учат рисовать. Ну, хотите уснуть для живописи, пойдите в такие студии и поспите. Хорошо, вы извините. Вот. То есть любое высокоумие со стороны учителя очень опасно для ученика. Потому что все на самом деле просто. И где просто, там ангелов сто. А где сложно, там ни одного. Ну, вы, наверное, слышали эту фразу. Поэтому я за простые решения. И причем, в отличие от опытных художников, которые всему этому научились и заштамповались в своем обучении часто, некоторые заштамповались на каких-то своих учителях. Вот, там, какой-нибудь Сергей Константинович всегда говорил. И вот он всю жизнь носится с тем, что там говорил какой-то Сергей Константинович. Хотя живописи так много. И кругозор у художника должен быть настолько большим. Какой там Сергей Константинович? Какой там Игорь Витальевич? Вообще не должно быть вот этого зацикла. Вопрос не в том, что я говорю или другой какой-то педагог говорит. А в том, что если вы здесь можете взять, надо брать. А если вы приходите, а результат никакой? Ну, невкусный результат. Вот невкусный результат, это никакой результат. Можно опять же перевести все на женщин. Можно же общаться с женщиной, не любить их, правда? Можно. А зачем? Когда можно дождаться любви. Вот и в вопросах живописи. Если уж вы дождались этой любви, ну, есть возможность любить, а не превращать это в рутину и скучнятину. Тем более, что, опять же, современная живопись дала миллион языков решения задачи, в которых вы можете преуспеть, не умея рисовать. Вот прямо преуспеть, не умея рисовать. А у них, как раз у этих опытных художников, есть другая проблема. К новаторству им трудно приступить. У них есть опыт рисования, умение рисовать. Им очень трудно не вырисовывать картину, потому что это то, что у них является преимуществом. И он нет-нет, да застревает, и не может преодолеть это застревание. Ну, вот, мои ученики столкнулись на Западе с тем, что они встречают людей, которые у них там, на Западе, являются, как бы, общественно значимыми художниками. Вот, в каком-то городе итальянском, вот это вот, наш художник. И они там общались каким-то образом, эти ученики. А я сталкиваюсь с тем, что они трясательны. Они вообще, то есть, ученик, который там 20-30 сроков прошел, это умеет рисовать, а тот не умеет. Тот его попросил нарисовать, допустим, потому что он не умеет это нарисовать. То есть, на Западе очень часто сталкиваемся с тем, что человек, как общественное явление, художник, а рисовать не умеет. То есть, я вас призываю к чему? Не к тому, чтобы не учиться рисовать. Просто вы научитесь рисовать по ходу. Вы, по ходе, научитесь этому ремеслу, как ремеслу. Но вы должны найти для себя и язык живописи, и отношения с живописью сформировать таким образом, чтобы это, во-первых, и дальше продуцировало чувство, чтобы это была любовь, а не ремесло, шитье или вязание. Хотя и там тоже. Там тоже надо творить. Ну, там кому-то вяжешь и любишь его, да? А здесь ты любишь непосредственно сам факт творчества. Ну, там просто маленькая творчество. Это ксу-ксу-ксу-ксу. Скудная растительность. А здесь все-таки пышный, здесь джунгли. То есть изобразительное творчество – это джунгли творчества. Не пустынка. Наговорился, наверное? Да. Хватит. Да. Так. Значит, я вам сейчас покажу пару, как бы попытаясь вот эту свою историю, которую я проговаривал, проиллюстрировать. То есть, конечно, можно было бы взять Агвазовского и прочих выдавных. Ну, есть, вот, например, вот это же морской пейзаж, да? Морской пейзаж. Это то, что у меня там болелось, где-то я утром подсобирал, подумал. Корабль, да? Да это же не корабль, коряда. Просто коряшка. А сзади что? Бережок. Ну, вон моречка, вон оно, тоненькая полосочка. Это моречка. А сзади какое? Тоненькая полосочка, когда летели. Это море. А это облако. Мы такое встречали много раз. Это тоже морской пейзаж. Я не думаю, что кто-то из вас не сможет справиться. Начните с таких простых вещей. То есть, когда вы точно убедились, что да, я что-то могу себе позволить в живописи. Причем берите не маленький форматичек, а так, чтобы помахать кистью. Ну, чтобы море было. Пусть и тоненькая полосочка, но все-таки море. А вот, кто не справится. У него холсты на полстены. Море, морской залив. Красота. Япония. Вот такие нежности встречаются в морском пейзаже. Нежнейшая вещь, там даже радуга. Каждый из вас может это сделать. Там три варианта цвета. Голубоватенькие, розоватенькие и желтоватенькие. И всего делов. А смотрится очень красиво. Уставьте себе такие простые задачи, но делайте конкретную картину. Вот, чтобы у вас там цвет вас удовлетворял, чтобы вы высказались как художник в цвете. Потому что там больше не в чем высказаться. Ну, нравится вам голубоватый, дали голубоватый. Нравится розоватый, используя розовый. Вот тоже смешная вещь. Акварельные потеки на холсте, брошенные вот такими полосами. Потом человек досмотрел, где ему дотрогать, чтобы это хоть как-то угадывалось море. Просто акварельные потеки, брошенные полосами на холсте. Звучит как море. И на мой взгляд, очень... Ну, в общем случае, когда это будет большого размера, это будет очень звучать. И мы там будем угадывать что-то, да? Ну, и не знаю, потом подойдете, обалдеете. Просто, ну, просто потек. Мы когда что-нибудь красим в доме, тоже встречаемся точно с такими потеками. Просто к этим потекам добавим кусты, белил на передний план, чуть-чуть потоптать поверхность земли каменистой, ну, камешки эти. Просто потоптать кисточки. И все, красота. Ну, кому может быть не красота, а кому вот то не красота. Да, вот, у меня десятками пишут эти картинки, вот это Афремово. Ну, такая элементарщина. Обожают такую живопись. А многие так и делают, идут к художникам искать. Мне бы какую-нибудь ищет цветную картиночку на кухне поповесить. Приходят, там нет такой цветной картиночки. А Фремово додумался, художник Афремово додумался, и делает вот такие цветные картиночки. Каждый из вас может накалякать, хоть иначе даже и не скажешь, накалякать цветную картиночку. У него это до 500 долларов столько. Весь мир его тиражирует на всех тетрадках школьных и прочее. Вот он же. Это то, что вы можете сразу. Не потом, когда-нибудь, когда научитесь рисовать. А сразу можете. Это тоже морской пейзаж. Афремово. Ну и вот еще такой же. Это то, что вы можете. Густая краска, то, что волнует зрителя. Он даже не догадывается, насколько это легко. А мы взяли и взяли. Это скопировать невозможно. Сейчас все равно получится другое. Потому что густота краски. Здесь же нет рисунка. Можно скопировать точный рисунок. А вот эту каляточку, ее же не скопируешь. Будет что-то свое. Кораблик в другое место переставит. Там плыл. Ге он будет торчать там. А есть вот такие мягкие, нежные вещицы. Тоже там моречка. Ну, и тут рисовать нечего. А вкуснятина. Вот чуть более сложное. С домиками. Ну, если подсмотреть. Купить какой-нибудь видеоурок с домиками. Подсмотреть. И накалякать еще и домик. Вот к той же теме, которую я уже показывал. С корями на переднем плане. А вот еще и домиками. Ну, вот тоже почти что потеки от краски, когда мы иногда пользуемся. Масляная краска тоже может лечь с акварельной закваской. То есть, акварельность масляной краской добиться несложно. Вот. Поэтому такие вот вещи. Каждый из вас. А вот там, что-то там двое-двое идут. Вот я сейчас в камере покажу. Вот там идут двое. О том, что это двое. Вероятно, у него кляксочка краски. Темненькая тут. Нечаянно. Осталось. И он ее просто сделал от нее отражение. Получились двое идут. Это часто происходит нечаянно. В живописи. В легкой вот этой, новаторской живописи. Очень много нечаянного. Случайного. Когда. Просто где-то просыпалось. Клякнулось. А ты. Слышишь. Ты. Хорошо. Чуть-чуть-то мне, может, ножки прерисовал. Ну, палочки. Если не ножки, то палочки. Стол, ладно? Так. Хорошо. Ну, вот я, наверное, сразу покажу вот этот, на мой взгляд, замечательный способ, на который я наткнулся. Вот с учениками, когда их, моя же задача, чтобы ученик пришел на урок, и у него получилось. Приходится изощряться, придумывать способы, чтобы у него получилось. И он нашел всякие новаторские приемчики, которые, которые заставляют, чтобы оно получилось. И вот, один из них, это бросить берилы на холст. Несмотря на то, что вы уже на других семинарах бросали, люди в уроках бросали, но поскольку здесь конкретная тема, вот, значит, вот, я условно себя и вас заставляю бросить краску на холст. Поскольку берилы безобидны, ну, только если мы не делаем очень темную картину, то есть, если мы не делаем а-ля старинную какую-то картину или, ну, просто вот, все, то мы всегда можем начать с того, что забросить берилы. Конечно, в пути решения картины в брусбурге можно и так, и вся, или как угловно, вот, но один из, на мой взгляд, очень выгодный ход для новичка это вот этот. Особенно, если вещь идет о каком-нибудь море, чтобы картина не была сухонькой. Вы видите, на толстке сейчас сляхать, сляхать красную. Я даже сверху захожу, чтобы каплю вот этой сляхати поддерживать, чтобы она не не текла по руке. вот, когда у нас этот сляхать каким-то образом заброшено, ну, допустим, у нас конечно же голубой, да, если речь это о море, то это редко не голубой. Бывает иногда стальное море, иногда черное море, но, как правило, это все-таки голубоватый спин. Вы, наверное, смотрели Боба-Роса, когда большой кистью замешивается цвет, ну, считаем, что это палитра, у Боба-Роса вот это палитра, он там замешал цвет и большой кистью выкрасил небо. По виду небо, да, все нормально, но нет движа в этом, нет движения, нет в этом волнения какого-то, выкрасила. Поэтому и в живописи не очень. То есть одно дело как учебное пособие, а другое дело как картину, которую ты представишь перед коллегами по цеху, я имею в виду представленную по цеху, мы с ними соревнованиями они с другими вообще не так. А не в этот цехах? я взял кольца. Можно взять ультраманин, добавить прямо со сухи. Усложнили. Можно бирюзовую туда-нибудь в районе для ряда. вот тот способ, которым я сейчас очень часто настаиваю, когда мы делаем на наших уроках. Посмотрите, как организуется пространство. Мало того, что есть вещество красное, но еще и организуется пространство. Оно становится живым. Оно не выкрашенное, а мерцательное, немножко даже брутальная набратость на книгах. То есть мы видим, что художник совершенно свободен. Причем, я вот сейчас пойду специально покурить, чтобы вы ощупали вот эту слякоть. С нее начать очень, очень выгодно. И посмотрите, какая интересная среда. Там уже реплока угадываются и вообще она живая. Правда? Любую историю сейчас веди, но я пока только голубую введу. где-то уже на море смахивают. Правда? То есть вот по косой идут отсюда идет фронт этих волк. Песок, пальмы и Шри-Ланка. Песок, пальмы и Шри-Ланка. Все. Мастер-кландер почвечен. Экспресс и экспресс. Это же морской пейзаж, правда? Ну, можно чуть-чуть песочного цвета запустить. Причем этим же инструментом. Вот, взяли, допустим, коричневый вразбили, розовенький может быть. Ну, к примеру. посмотрите, даже вот эта слякоть краски, она, вот сейчас подойдите и увидите, что она тоже организует. Потому что уже какие-то там коземочки валяются. Что-то там валяется. Я после перерыва ищу одну вещь покажу. Там вообще не было ни одного, кто бы не справился. живенький можно немножечко более упростить. Смотрите, я с совершенно плоским мастихином общаюсь. Совершенно плоским. Так, штрих, распирочка. Какие-то вот эти вот нахлобучки краски пусть останутся. вот вы сейчас когда подойдете и большим мастихином попробуете и маленьким. Хорошо? Прямо попробуйте. Можно еще показать, например, ну, можно было бы немножко насветлить сюда по длине горизонта. А можно допустим облаками снарядить это. Тоже. Потереть ну, это как волшебная лампа просто. Потер и облако. Потер небо, потер облако. Потер песок. Ведь это же можно гонять бесконечно. Пока не увидишь. да, симпатичный. Все, уже облако. То есть облако это то, что снизу немножко рассеяно, а сверху немножко выявлено. Вот у нас полетела облако. В перерыве вы сами попробовали, немножко пообщались с толстом. Я вижу удачные места. то есть вот то, что сейчас происходит с небом здесь, это удачное место. Я думаю, вы согласитесь, что и здесь мы часто встречали такое небо. Вот здесь вкусненько следующая грядка облаков уже дальнего плана сформировалась тоже хорошо. Неудачное место вот это. То есть в угол никогда не затыкаем ни облака, ни другие акцентные вещи. То есть работает центр. Всегда работаем на центр композиции. и углы не для того, чтобы на них обращать внимание. В данном случае облако слишком обращает внимание. Если бы у нас было много облаков, все в облаках мелких, и там оказалось бы облако, ну и нормально. Но поскольку у нас не все не было в облаках, то нечего ему здесь делать. Вот этот момент. В море, обратите внимание, вот здесь кто-то из вас вкусно положил задничек. То есть мигание задних вот этих барашечек очень следовное. Даже вот эта закорючка, которая образовалась новая, в оперировании не было, она очень напоминает морскую среду. Вот здесь кто-то умненько поукладывал. Не совсем умненько уложена вот эта веревочка. То есть вот эти вот вещи они зигзагообразно должны быть уложены. Не веревочкой, а зигзагом вот таким. Зигзаг вот таких ступенечек. Я думаю вы сразу узнали прибой. Причем то, что вот здесь насквозь песок прозрачен тоже уместно. Песочек под этой тонкой пеленой воды тоже виден чуть-чуть. И сразу понятно, что здесь тонкая пелена. Скажем, многие говорят, я же не умею смешивать красный. А здесь не надо ничего смешивать. Здесь можно обойтись голубым и коричневым. И все. Вот и смешивать нечего. Ну, плюс берилов. Берилов видели мы с самого начала смешивать нечего. А тем не менее, это тоже живопись, это феномен живописи, а не какой-то отстой, а не какая-то проба пера. То есть это тоже живопись. И она обязательно найдет зрителя в своей простоте, что тут нет многоцветия, не все любят многоцветия. Когда мы смотрим живопись там очень много цвета, очень. Ну, у него штормы, у него другая, другие вещи столбиты. А современная живопись иногда какой-то жестик в картине предпочтительнее, чем выписанное, приизящно выписанное гигантское полотно с подробностями. Ну, так хочется минимализма. Вот, пожалуйста, минимализм. Тут на перерыве задали резонный вопрос в контексте того, что говорилось до перерыва. Ну, научиться рисовать надо? Ну, как бы. Мне задали вопрос. Ну, рисовать все-таки надо? Ну, хочется как в этом анекдоте. Дорогой Василий или проще ответить? Нет, конечно, не так. Дело в том, что как только мы взялись за кисти, за мастихины, за другие инструменты, у нас возбуждается внимание. То есть, если до этого мы рисовали, мы не рисовали небо и вообще в него не смотрели. Какое оно, это небо? Ну, понятно, небо было. То сейчас мы уже смотрим после первой такой колякочки мы уже смотрим на небо, как на то, что мы могли бы изобразить. И на облака тоже смотрим. На их форму, на их цвет, на прочее, прочее. Очень многие после первых же уроков отмечают, что посещение музея стало для них просто открытим. и до этого они смотрели на картины, отходили подальше, чтобы увидеть, что же там нарисовано, то теперь они подходят поближе, чтобы посмотреть, как это нарисовано. И это, конечно, культура укладки на холсте, вот что интересно смотреть в музее, а не то, что там нарисовано. Он, пожалуйста, в интернет зашел и посмотрел. Или вообще сколько картинок, чего там в музее Переца. А вот действительно, как творческая мысль подошла к исполнению того или иного, вот это интересно, действительно, открытие невероятное. То же самое, люди отмечают, что стали смотреть на окружающий мир новыми глазами. На самом деле, мы же настолько невнимательны, наше внимание настолько не умеет рассматривать предметы. Ну вот кошка, возле телевизора безучастна, она его не видит. Вот так и мы не видим, как возле телевизора. Как будто и нет ничего вокруг, как будто и нечего рассмотреть. И действительно, взгляд художника, это взгляд человека творчески рассматривающего, расследующего окружающие предметы и мир, и пространство, и воздух. любования красотой сознанием или без знания. Вот как кошка у телевизора. Не видеть или видеть. Ну, телевизор, как бы, может быть, условное понятие, но вы сами понимаете, что очень часто мы, ну, как знание о предмете и знание предмета. То есть одно из знаний предмета, это, конечно же, его внешний вид. Но мы даже внешний вид не умеем знать. А уж тем более, вот мы знаем, что в портрете иногда и сам человек мигает своими настроениями, своими чувствами. И мы смотрим, вот сейчас он не симпатичный. А в другой момент смотрим, какой симпатичный человек. А лицо же не изменилось, тоже лицо, но там появился вот этот внутренний огонечек. Вот и этот мир окружающий, он может быть для нас с этим внутренним огонечком, а может быть мумией. Как и человек может быть для нас мумией. Мы его не видим. а с огонечком объемом. Вот вот этот окружающий мир и мы научимся рисовать по ходу действия. Одна, вторая, третья, десятая, двадцатая картина. Но картина, не картинка в стол, мусорчик. А полноценная картина, пусть простая, но с чувством. А по мере где-то где-то мы уже чуть-чуть с облаками встретились, где-то мы встретились вот с этими вещами, где-то встретились с мерой тональности вот этого пятна, с вот этим зигзагом встретились, да? И так одно за другим, и мы уже на берегу вышли. Ух ты, какая там линия ушла. Ух ты, сколько ведет себя гора на заднем плане, или домик здесь на переднем и там на заднем. Вот они оба освещены одинаково, только этот разбел оранжевого, а тут серенький, такой еле-еле беленький. Какой-то даже такой грязноватенький может быть цвет. То есть мы вдруг начинаем сравнивать. Облака у нас вдруг обретают цвет, и небо кроме голубого тоже обретает цвет. То есть какие-то закатные проявления, то что в линии горизонта светлее для многих открытие. Я говорю, так, в линии горизонта наберегелел и отштрихуй наверх растяжку света. Очеркнул утром утром. Для него новость, что небо у горизонта светлее. Это может быть не новость, а знание. И облака с их формами, и с их цветом. Цвет облаков определяют окружающие предметы. Так, по сути, они, конечно, белые, но окружающие предметы дают на них рефлексы, в том числе и конкретный закатный свет, уже конкретный цвет, а плюс рефлексы с земли. Грязноватость облака снизу и беловатость сверху. То есть разбил оранжевого на свету, когда свет падает на облако сверху, и поскольку оно контрастно к синему небу, синее холодное и темное, облако разбил оранжевого и теплый цвет. И поэтому облака сверху выражены активно, то есть линия касания очень выразительная у облака по отношению к верхней части, ну, верхней части облака к небу и размыто в нижней части, потому что здесь уже светлее облако темнее, оно уже получило рефлексы от земли, и в итоге они там где-то уже начинают соединяться одно с другим, поэтому обычная выраженность на макушке и размытость снизу, и сразу идея облака на лицо. Хотя, конечно, бывают иногда некоторые нюансы, но основа вот такая. И тут еще замечательно вот опять же инвестрирую надо ли учиться рисовать. Кроме того, что вы действительно будете учиться рисовать с каждой новой картиной, вы просто будете учиться само. Ваше внимание будет появляться, оно сейчас дремлет беспробудно, а как только вы начали рисовать, у вас появилась задача, у вас появилась ну, в хорошем смысле проблема, и, конечно, просыпается внимание, вдруг окажется, что столько в мире неучтенного, неисследованного, и с каждой картиной вы будете с помощью этого внимания лучше рисовать. Все больше будет соединенность руки и глаза, если не обязательно застревать при этом на штудиях, чтобы не делать непродуктивным свое действие. То есть, оно должно быть продуктивным. что касается допустим, этого пейзажа, тут может быть чуть-чуть я бы хотел еще дополнить. Ну, допустим, вот у нас темненько, а здесь не темненько. ну, положил я как попало, положил, здесь темно, а здесь не темно. Ну, по идее, нормальный человек должен вот это темно продолжить сюда, либо здесь успокоить темный. Ничего подобного. Вы сами потом встретитесь с тем, на первой, что в одном месте чуть темнее, в другом чуть светлее, и все это очень уместно, и совсем не обязательно под края и до края делать равномерно. И вообще всякая равномерность, шахматный порядок, частокол, все это не из живописи. И это тоже новость в жизни. Мы часто к беспорядку к некому относимся презрительно. Как правило, те, кто занялся живописью, беспорядку относятся как к родному. Но есть понятие творческих беспорядок. Просто есть порядок, когда солдафон, солдафонщина в порядке, когда все покрашено и все выстроено. А есть творческий беспорядок, который очень любезен любому человеку, кто занялся творчеством. А порядок придется из себя вышибать. Потому что положить облака не в шахматном порядке оказывается проблемой. Деревья поставить не с одинаковым шагом оказывается проблемой. Ну, ненадолго. Вот. Ну, допустим, взяли еще и ага, уже подсохло чуть-чуть. Взяли и еще где-то там горочку прибавили. в какой-нибудь парусничек. Ну, две кляксы, да? Ну, звучит же. Вот он там, на волнах. еще одна клякса. Парусничек. Какая-то даже погода появилась от того, что он напланен. Так, а я вам хотел еще одну штучку показать, от которой вы должны прийти в восторг. Вот мы берем тюбик-белив и делаем вот так. Ну, чтобы не париться. Чтобы быстрее. Просто метнули вещества окраски. Теперь берем голубило или синило или еще что-нибудь из таковых. Заштормило, по-моему. Что это? Заштормило. Да. Лодочный мазочек. Лодочный, да? Лодочный. Лодочный. Лодочный мазочек. Это тот мазочек, который возбуждает зрителя. У меня есть картиночка в мастерской, которая вот так накалякана. Еще не было человека, который бы не справился с этой задачей. Но все подходят и говорят, какая у вас красивая картина. вот из-за этого. Счастье в неведении. А? Счастье в неведении. Ну, как у кутюрье. То, что легко, на два защипа, то особенно скучит. И вообще, дальний план обожает густую краску. Вот этот эффект. ступенек ухода вот этих волн. То есть, любую степень темности задаем, естественно. Единственное, что вот лежачая кисть, мазок по лодочной такой траектории. чуть мельче мазок вдалеке, чуть крупнее на переднем плане. И просто обилие прикосновений задает вот это настроение. это идея, конечно, открытого моря. тут, конечно, нужно быть внимательным. Не получилось ли чего красивого? не переписывать те куски, которые в какой-то момент, когда вы уже набрали достаточно темности, в какой-то момент, чтобы эти куски не сбить, чтобы на них остановиться. можно чуть большую кисть, чуть меньшую, но идея вот такая. Выдай целый тюбик. Ну, обьем борьбился смотреть. Вы потом в перерыве тоже подойдете и помусолите краску вот по такой технологии, чтобы просто ощупать. Чтобы, когда вы выдавили красочку уже дома, чтобы вы это сделали бесстрашно, зная, что деться некуда, все равно получится. распределение даю этим темностям. Чуть-чуть домоделирую до какого-то разумного беспорядка. Чуть мельче вот эти вот вихоречки вдалеке, чуть крупнее вблизи, и это понятно почему. Это могут быть введены туда и цветики. например вдруг вот к этому хотя вы видите уже звучит вдруг к этому можно добавить допустим березовый венки и вот отмель тепленькость воды переднего плана зазвучит. То есть как смешивать краски? Вот так вот. Что тут смешивать? А безуслов не подходит. Вот она потеплела на переднем плане от этой зелени. Может быть где-то на макушечках которые уже выявились чуть-чуть прозвучат пенные нахлёстики. А может быть не надо их. Прям вот так вот кляксочно. Но это не обязательно. Просто могло бы быть и так. Вот эта среда и без этого прекрасно звучит. Ну вот я смотрю она не очень здесь нужна. Поэтому убираем может быть в другом контексте она лучше бы пригодилась. здесь моски какие делают нижним правилом? Тоже какие-то шире? Да, широкие густые. еще густоты навалить сюда. Вы потом добавите и пощупаете как оно могло бы быть там. А сейчас я эту красочку сниму и немножечко поговорим о прозрачной волне которая обычно интересна в морском пейзаге. То есть вот такое безбожное изношение краски ну в хорошем смысле безбожное оно очень умислое. То есть вот эту глину которую я сейчас снял синюю глину которую я сейчас снял с холста вы потом мастихином ляпните туда и прямо в нее будете загонять и пощупать и просто пощупайте как это происходит. Сейчас мы попробуем то есть опять же я создал слякоть то есть я подбросил влаги макроты для того чтобы порисовать волны прозрачную волну как хорошо присиделся присиделся этот не уберешь без него зал влага волнечка все лежит море это очень лежащий все лежит но вдруг поднялась волна поднялась то есть здесь у нас условно прибой вот и у нас поднялась волна вот поднялась я сейчас расскажу поскольку я внимания к вам я уже проявлял я расскажу ее механизм как она ведет себя вы видите что все лежит а вот эта часть поднялась по вертикали свет который допустим оттуда обычно прозрачная волна смотрится прозрачно если свет оттуда с той стороны сделал вот эту часть волны светлый и желтоватый поскольку сам свет желтоват то и вот эта часть волны слегка трубтовата зеленовато светловато и по-прежнему вот это движение что происходит здесь толщина воды здесь темно здесь кромка вот такая конусная она тоненькая поэтому свет делал бледный прозрачный тоненькая пелена по макушке волны тоже вот с этим лодочной лодочной с лодочной укладкой пел поднялась до нагрева густой красочкой ее накинули здесь волна опрокидывается повод этой траектории здесь она уже опрокинулась и опять подпрыгнула подпрыгнула вот она опрокинулась и подпрыгнула здесь она допустим столкнулась с камнем обычно у берега много всякого камня было полета что я смешиваю смешиваю как смешать я беру какие-то цветной и смотрю а слишком много розового успокоил синие кориле слишком много коричневого раздраконил розовый если мы не боимся испачкать ход если мы знаем что просто рисование бессмысленно то мы вот так свободно пользуемся мы не боимся испортить страшное явление причем не только у новичков и художников они так боятся испортить часто что не могут себе позволить толику эксперимента камень очень хорошо рисуется мастихином увидите что не что не прикосновение кусок камня грань мастихин дает грань и вот пожалуйста грань здесь чуть-чуть тени а оттуда свет который высветил это и это тоже осветил разными цветнотиками более светлыми ну и я же не должен был только этим цветом это сделать или только этим пошел по подобному под руку то и кидал главное что у нас светлее появилась история в цвете хотя на картинке на фотографии или в природе все могло бы быть намного скучнее значит у нас пеночка тюкнулась об эту столу и приподнялась старайтесь не пользоваться всякими брызгалками зубные щетки и прочее 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 дурный тон среди художников будете сразу иметь ферму а нам же очень важно что коллеги по цеху чтобы они построились перед нашей картины от нашей свободы здесь обычно год мы раз уже камень горчит поэтому камень отражается тоненькой пленки лежащей лежащей тоненькой пленки воды отражение обычно вот так вертикально и стеклянно редко камень бывает так одинок что у него нет подножия какого-нибудь может быть здесь еще один каменёчечек и заходили предыдущая волна зашла сюда и откатываясь пеночки остаются то есть сюда логика вещей которую подсматривал айвазовский не имеет фотографии и мы можем теперь с помощью фотографии все это прекрасно увидеть и для себя навсегда расставить эти пометки вот в этой воде которая на переднем плане тоже иногда легкие поднятия существуют пеночки да чуть-чуть конусик если бы у меня в руках была бы кисть все это было бы несколько прозаичнее по укладке но мастихин он из краски делает вот эту пластичную среду которая почти равна воде то есть вот эти гоняния влажноватой краски по холсту почти равно вот как будто мы с водой играем на холсте только в наших руках вот этот пластилин увлажненный пластилин краски за одной волной обычно следует другая у которой тоже по макушечке пена часто вот эта волна вот здесь раздваивается во всяком случае видно она как нечто раздвоенное у нее как бы два гребня во всяком случае художники заметили что это красиво и эксплуатируют очень часто такой рисунок волны в своей живописи когда здесь вот этот гребень состоит из двух гребней вы видите когда у меня что-то недополучилось вот рисунок скажу по макушке я его несколько раз перестроил пока не дождался какого-то более-менее внятного результата здесь у нас темно так же как и здесь но пересечено вот этим остатками пены а сюда опять подошел свет вот чем хорош в данном случае семинар во время урока трудно проговаривать каждый элемент и даже на видео если бы я всего каждый элемент демонстрировал то у меня на видео задача и картину накалякать себе вот и вам показать а здесь я могу позволить себе потом это все стереть и не расстраиваться но проговорить зато все вот эти важные элементы видите пока не сдается вот это место пока оно не сдавалось появилось желание вот этого места тоже сваливаться вот так по такой же траектории как бы два участка настроились вот здесь упали обратите внимание вот здесь началась теневая пена и здесь тоже тенистость пены а вот здесь по макушкам свет ударил и чистый белый тоже помним что пена белая не везде у нее тоже есть тенистые места еще вот здесь может это тенистое место быть то есть частично вот эти остатки пены в тени частично по макушечкам тоже по каким-то макушечкам тоже бьет свет вот это тень вернее вот это отражение которое здесь живет оно внятно вертикально его перерубают горизонтали возвращающейся пены и это звучит плоскостью именно вот этого мелководья правда вот вот этот и вот этот ритмы сделали ну понятно что темное отражение чернявость сделали эффект лужи и здесь и еще и еще вот эти набеги или обеги пены вот частично может встретиться и вот такой ритм зигзагообразный стоит вот весь день провести с просто с тренировками вот этих вот вещей чтобы раз и навсегда для себя их усвоить то есть не значит что не доделать картину или так и тренироваться делать ну просто не получилось сбрил опять если краска стала слишком вязкой подбросил влаги разбавителя и опять погулял но стоит их пощупать если какой-то участок уже сдался туда уже не возвращаемся если там уже внятно красиво то есть вот это вот гоняем гоняем пока оно не оставит что-то удобное варимое удобное к восприятию что-то похоже на идею воды моря варимое здесь по вертикали здесь по горизонтали там где волна поднялась там по вертикали чтобы вот этому не было одиноко в этой стороне так поступают композиционно так поступают художники стоит подсунуть скажем тоже каменюку а зачем зачем можно так уравновесить чтобы перевес значит есть композиция всего композиция белых пятен на холсте белых пятен композиция темных пятен на холсте композиция зеленых пятен на холсте композиция голубые пятен то есть если мы вычленяем конкретный цвет из картины то они должны работать все на центр поэтому если у нас зеленый здесь ну здесь он и так в центре поэтому его не обязательно тиражировать еще где-то но если у нас перевес темного внятно темного в одной стороне нужно довесить в другой ну и обработать этот камешечек обработать вокруг пены очень много происходит на удаче то есть ждешь удачи тюкнул тюкнул пока не дождался что оно прозвучит мазочек вы видите лодочный вот эту змейку Прямо стоит посидеть и полчаса потренировать, пока не станет змейкой. Найти у художника на какой-нибудь картине или на фотке вот эту змейку и попытаться ее поповторять, чтобы все-таки ощупать и потом всегда ею пользоваться. Это может быть дорожка в поле по той же технологии уложена. Ну, а в данном случае набегающая пена. Так, теперь этот паренечек здесь уже не нужен. Его уберем. А вот угол справа, что с ним внизу? Да, так и оставляем? Можно и так оставлять. Можно еще пару звуков вот такого характера еще подбросить. Просто вот, остатки пеночки. Ну, чтобы просто организовать пространство, чтобы не было пусты. И успокоиться. Плюс у пеночки вот эта же пена идет, идет, идет и вместе с поднятием волны поднимается наверх. Поэтому чуть-чуть вот такой рисунок вот этой пены, которая начала туда подниматься, тоже можно показать. Причем здесь она чуть темнее, чем самолонная, а здесь она светлее, чем самолонная, но не белая, а разбел. То есть, рядом белый, а она не белая, она в тень пошла. Плюс, есть немножечко тенистость вот от самой пеночки. Вот она вот закруглилась, и вот там она белая, но в тени. И можно это в тени чуть-чуть вот такой кромочкой вдоль показать. Желательно идею морского пейзажа писать, ну, вообще, морской пейзаж писать с одного раза. Не сушить ее вторым, третьим и прочими сеансами. Можно поступить еще так. Вот у нас есть густые места, может быть, как бы, немножко грубоватые. Можно, когда она высохнет, скажем, через деньги или через месяц, взять шкурочку, наждачку. И чуть-чуть по вот этим вот пройтись, сбить колючесть. И фактура уляжется более благородно, более бархатно. И будет дополнительно красиво. Бывают еще в море чаечки. Иногда можно взять фотографию чаечки, которая где-то здесь, на переднем плане. Вот она, допустим. У нее чернявые крылышки. На концах. Но в основном все-таки. Чаечки это. Вот такие галочки. Не в шахматном порядке. Разбросанные по небу. Не в шахматном. Некоторыми созвездиями. Да? Созвездиями. Созвездиями. Вот. Значит, если хотите, можете на себя заводовать. И, в общем-то, нормальная укладка есть. Ну, не занялись вот этим местом. Ну, потому что увлеклись передником. Но основная ошибка. Я ее проговорил сейчас. И проговорю на камеру. Основная ошибка, что мы пытаемся работать перпендикулярно к холсту. То есть, так вот, торчащим образом к холсту. Нет. Изначальное положение кисти держим как цветочек. Вот. Пальчиками. Вот эти пальцы чувствуют, что происходит там. Не зажимаем, как топор. Что тоже мы только что видели. Немножко так. Топорно. Вот. Мягко, легко. И из этого положения пошли работать. Вообще, кисть у художников в основном, только некоторые приобрели дурную привычку, вот так работать всегда. В основном, те, которые работали акварелью. Но масляные живописцы в масле, как правило, у них кисть лежит на холсте. Лежачая кисть. И карандаш тоже. Лежит на плоскости. Все, что делается, делается практически лежачей кистью. Вот такой балованный. Вот такой. Ну, мало ли, что там нужно. Только когда мы вырисовываем, мы берем тоненькую кисть, как шариковую ручку, и работаем, вырисовывая, допустим, парусник. Нам нужен был парусник, и мы там вырисовывали, или ряд парусов вместе с корабликом. Мы тогда берем кисть, уже как привыкли, в детстве, шариковую ручку, и работаем с этими подробностями. Но поскольку мы же отказываемся вырисовывать, да, для начала, то очень хорошо бы, чтобы мы привыкли работать лежачей кистью. Все, что мы делаем, постарайтесь делать именно лежачей на холсте кисти. Во-первых, вы будете это делать бальяжно, что тоже само по себе очень важно. Вы помните, когда я набирал, да, помните, я набирал, но она у меня тоже лежала, просто с другого боку. То есть я просто капнул вот этой сляхоти, подбирал кистью. Но это тоже было лежачей кистью. Хотя, по идее, ну что, трудно, что, вот так нормально, что. Просто, по идее, нормально вот так. Ну так я, смотрите, как мобилен. А так и вылететь может легко. Я не даю вылететь, рычаг не дает, рычаг руки не дает вылететь. Краски за пределами не дают. А так дает еще как. Не надо вот так. Поменьше вот так. Но иногда, когда вот уже прям душа взялкала, ну позвольте себе что-нибудь вот так закрасить. Но лучше не дает. Лучше лежачей кистью. Даже траву. Траву. Лежачей. Хотя по идее, да. Посмотрите, какая разница. Вот столбики, а вот трава. Правда? Плашмя кисть. Иногда даже против шерсти работает. То есть против шерсти. Вот это вот. Посмотрите, во что превращается кисть. Но это хорошее. Это нормальное состояние кисти. Когда она слишком приглажена плечу Костина, это ненормальное состояние. То есть кисть это инструмент. Поэтому вот эти вот все торчалки очень нужны. И трава. И деревца. Все это очень удобно. Именно лежачей кистью. Именно с таким торчанием волосинок. После того, как вы ее помыли, она снова опять собралась. Ну это после того, как вы ее помыли. А сейчас она в состоянии возбуждения. А мозги как делать правильно? То есть, смотри-ка. Ну вот эти мозги. Это вот. Нет, это какие-то такие вертикальные логики. Тоже так. Но не так, как мы привыкли. Но не так. А это кисть плоская или полукруглая? Такая немножко. Это полукруглая. Полукруглая. Но она прекрасно делает и то, что делает плоская. Кстати, вот если я так провел, посмотрите, какой след гигантский. Ненужный след. И совсем другое дело, когда я делаю вот такую влаточку. Я как бы могу вылететь даже. А здесь мне нужно нарочито чиркнуть. И вообще, смотрите, они вот дружат с холстом. Дружат. Когда работаем вот так. А так мы немножко отстранены. Что касается мастихина, когда речь идет о мастихиновой ладке. Тоже очень часто сталкиваемся с проблемами. То вот здесь возьму. Ну так как-то по-женски. Как будто, ой, что это у меня в руках. Как-то вот. Иногда как-то вот так. Женские ручки, они разные. Мужчин более одинаковые ручки делают. А женские, они такие, они тоненькие. Там еле-еле вообще держатся. Но, тем не менее, никаких странных. Иногда даже пытаются как-то вот так работать. И шариковую ручку держат как-то странную. И остихином пытаются. Так что ты же можешь? Ловишь их. Геологика, да? Да. Еще вот так вот любят делать. Вот так. Тоже. Смотрите, как рука заштырена. Она буквально скована, закована. Вот. Тоже концеточек. Пальцы. Кончики пальцев. Осязают, что происходит на конце. И, естественно, из этого положения можно вытворять все, что угодно. То есть, обязательно эти вещи. Для себя. Я сам в свое время подглядел. Ну, когда я еще был в состоянии учебы, смотрю один из моих, так сказать, коллег по парке. Смотрю, как-то держат кисточку. Прикольно. Наблюдал, наблюдал за ним. Думаю, ах ты. А я тоже, как вообще нормальные люди привык. Вот такое что-то вытворять. Понаблюдал я за ним минут 20. Потом думаю, так, по себе. Встал у себя, потом чувствовал класс. Легкость. Вальяжность. То есть, то, что как раз прилично живописи, что это не каторжный труд, а удовольствие, в котором балуемся, играем в живописи. Ну, и вообще, конечно, живопись — это игра в любовь, и любовь сама по себе. То есть, я в Москве на семинаре, поскольку в основном женская аудитория, говорю, ну, что-то проговаривал по поводу любви, и говорю, ну, когда есть живопись. Ладно, о том, что для многих это сублимация, уход от трудностей, удовольствие писать, да, всегда под рукой. Я говорю, вот если мужчина не всегда под рукой, да, живопись, всегда под рукой. Вот, поэтому говорю, живопись можно и без мужчины. И залу очень понравился, что можно. Можно и без мужчин. Чего же так от них зависит? А, пусть так любезны, еще белые облачка, покажите, вот как на таком небе белые облачка выписать. Кисточкой или... Да, ну, вот на этой каши уже было, ну, ладно, наверное. И это тоже можно. Сбреем. Конечно, живопись — это независимость колоссальная любого человека, и мужчины, и женщины. Потому что она настолько удовлетворяет, сам факт творчества настолько удовлетворяет, это одно из проявлений Бога в нас. То есть одно из проявлений в нас — это словесность, способность к любви и способность к творчеству. Вот это, если кто не знает, то с Богом нас вот этот образ и подобие — это вот в этих пунктах. Поэтому творчество настолько нас само по себе удовлетворяет, что часто уже и больше ничего не надо. Поэтому часто художники запираются в эти башни и слоновые кости и сидят, общаются. То есть можно вот так, вот так общаться с облаками. То есть выявили какие-то края, вдавили. То есть края стали, вернее, это самое, пятно стало частью среды. Придавливаем, как масло на хлеб. Часто облака этажиками идут, особенно на дальнем плане. Под теневой переднего облака уже виднеются облака второго плана. За ними облака третьего плана. Передние чуть более выражены, чуть более светлые. Задние спокойнее. И вот эта вот ступенчатость, крупное облако здесь. Теневая под ним, да? Теневая прям под ним. Более мелкая полосочка облаков второго плана. Еще более мелкая вдалеке. И вот эта вот полосатость ухода на уменьшение, крупное, мельче, 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 дает дополнительные километры пространства, когда речь идет о небе. Да, если у нас чистое небо, то вдоль линии горизонта оно более светло. И обычно, вот мы, допустим, набрали берега сюда. Ну, сначала мы выштриховали. Ну, скажем, мы не пользовались на стихе, а просто выштриховали небочком. Потом подбросили берегу под линию горизонта. И начинаем расштриховывать эти берега. Видите, колоннами вверх поднимаюсь, все меньше нажимаю наверху, распределяю. Штрих обладает таким распределительным свойством. Штрих – это их благородие. Освоить штрих очень важно. А, еще один важный момент я вам сейчас расскажу. Очень важный. Когда речь идет о закатах, всякого рода закатах, восходах, то у нас схема следующая. Допустим, мы набрали голубое небо. Чуть-чуть вымерели под линию горизонта. Допустим, у нас вот здесь Солнце. Солнце вообще-то белое. За ним желтоватое сияние, розоватое и голубоватое. Когда вы откроете Айвадовскому, это очень внятно подано. Но начинаем мы набирать с розового. То есть, сначала голубой набрали, потом взяли, разбил розовинки, метнули розовиночку. Причем везде метнули. И здесь, там, где у нас желтинка и белинка, тоже метнули розовый. Причем, вот это вот отношение к свету, оно одинаково уместно и во всех местах, вот где яркий солнечный свет. И на деле, и еще где-то. То есть, вот это прямо надо запомнить. Но особенно, конечно, в морском пейзаже это настолько выражено, что раз где-то закат отличается от чего-то. Ну, наверное, закат краснее, румяннее. Вот. Потом у нас после розового желтоватость. что не значит, что мы должны взять чистый желтый. Мы вместе с розовым берем. То есть, слегка оранжеватый. И чуть светлее. Уже розовый мы попытались положить чуть светлее. Чем небо. Чем синькое небо. Ну, я сейчас грубенько, как бы, тем более, что каша. Слишком большая каша краски. Вот. Но вот схема такая. И, наконец, еще светлее, еще золотее в районе самого солнца. И само солнце. Оно бывает с желтотой, а бывает вообще откровенно белое. Главное, чтобы желтый не стал зеленым. Чтобы он смешивался с голубым одновременно с розовым. Для того, чтобы не не позеленить. То есть, розовый не дает ему позеленить. Но, когда мы набираем небо, вот это закатное, мы сначала набираем голубой везде, а потом разбеливаем вдоль линии горизонта, а потом в этот разбил начинаем вгонять розовинку, желтинку и откровенно белый в районе солнца. Но именно вот по такой схеме никак иначе. Нельзя набрать желтоту, потом розовизну, а потом голубизну. Будет настолько невкусное письмо. А так мы создали среду обитания этому свету, голубую. Потом вводим розовинку, желтинку, причем между собой они должны там дружить, вот так перемешиваться и наконец уже само солнышко. Обычно еще солнышко освещает какие-то облачочки, но я уже так нахальным, мастихином, можно, конечно, и кистью перекатно, какие-то облачочки взлетают над солнышком, ну или сият, такие закатные. Ну, схема такая, что голубой, потом розовый, желтоватый, переходящий в розовый и желтоватый, переходящий в белый. Вот этот штрих, кстати, нужно тоже освоить. Для морских пейзажей очень важно. Что такое морской пейзаж на закате? Это вот эта растяжка в небе, вот эта растяжка, о которой мы сейчас проговорили, может быть, полтора облачка таких, вытянутых или вот таких. И практически то же самое симметрично в море. Обычно тихое море на закате, тихое море на восходе, тихое море и какая-нибудь дорожка. Дорожки и вообще все светлые партии любят густую краску. и дорожки любят. Правда? Да. Не пытайтесь дорожку сделать не густой краской, обязательно густой. Ну, какой-то зигзаг, 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 зигзаг. и какой разбил должен быть краски? До смогу. По чувству. Ну, по свету. Ну, тоже с желтинкой, где-то с розовинкой. Здесь тоже беловатость в центре этого мяча, потом желтоватость и даже розоватость. там тоже идет вот это распределение. Самый активный свет в центре этой дорожки и дальше в желтоватость, в розоватость. Ну, не в голубоватость, потому что голубое парк у нас всюду. Вот. Если какие-то еще вопросики есть, я могу прокомментировать что-нибудь. В общем-то, вроде как уже наградились. А пока руки грядны, поможутся для вас и приумерить. Ну, ее вообще немножко надо потрогать, я потом дотрогаю. Пусть будет как назидание. А будьте так любезны, покажите еще как кардик рисуется на водичке. Вот, здесь на море. Ну, парусничек я уже нарисовал. Я тоже парусники уже нарисовал. Одно движение и второе движение. Или может в середину на любой. Ну, да, просто парусник может быть на переднем плане, и тогда его надо вырисовывать. Тогда мы берем картинку, подбираем так, чтобы освещение было подходящее к нашей картине у этого парусника. и сидим по-сухому, лучше по-сухому. Сидим и вырисуем. По-сырому кинули просто пятно, чтобы оно обозначить себе. Вот здесь у нас батка. А потом это пятно начинаем разрабатывать. Но это с картинки, обязательно с картинки. По памяти можно только вдалеке. Черк, черк. поначалу, лучше на холстах учиться рисовать, или эта батка нам вполне подойдет? Вот, очень хороший вопрос. Сразу берем все самое лучшее, вот как будто бы это я делаю, а не ты. Берешь все самое лучшее, все самое вкусненькое, и тогда у тебя сразу результат. Это по принципу научитесь нырять, нальем воду, посеять. В любом случае по этому принципу не работаю. Спасибо. Нырять и плыть. Мы же все знаем, что это самый лучший способ. Только здесь никакой опасности для жизни нет, да? Только для нашей самости. Опасность тоже для нашей самости. Как это у меня не получается? А ты делай так, чтобы получалось. На самом деле делай так, чтобы получалось. Вот скажем, возьмем даже пианино. Я просто по себе знаю. Берем пианино. Простое человеческое пианино. Некоторые умеют сложные вещи играть, выучивают сложнейшие вещи. И конечно думаю, ух ты, такая виртуозность. Но когда я подхожу к пианино, у меня такой есть прикольчик. Я женский голосочек, мужской. Я начинаю между ними вести как бы диалог. Это мое личное развлечение. Формируется какая-то мелодия, потому что я натыкиваю вот эту простую мелодию. Но иногда вот эта простая мелодия может звучать гораздо интереснее. Вы сами знаете, что мелодия на раз-два-три. Есть одно выражение и все гениальное просто. Да. А есть очень сложные вещи. Но не трогайте вы сложные вещи. Зачем они не не трогайте. Покажите покажите еще как камешки на тревогу они пишутся. Как он? Нет, маленькие. А, что касается камушек. Галька. Камушков всегда одна и та же проблема. Все новички когда рисуют камушки рисуют как какашечки. А чем они отличаются? Казалось бы, а чем они отличаются? Ведь если лежит какашечка, иногда нужно не заметить, думать, что это камень и наступить туда. Потому что она почти не отличается от камня. Если смотреть на нее, если не рассматривать. Но когда ты посмотрел нет, это какашечка. Вот. Так же и камни. Камни рисуют. Вот вам образ для восприятия того, какие у вас должны быть камни. Это спинки бегемотиков из воды. Тогда они приятны на вид. Ну да. Ассоциации и приятные возникают. То есть вот над водой некое над водой. А часто рисуем так, как будто оно лежит на плоскости. Не торчит из воды, а лежит на плоскости некий комочек, который чаще всего похож под коричневый. Еще, что касается коричневого, не песок. Знаете, сейчас берут коричневый, увидели, что там коричневый, взяли откровенный коричневый и положили этот песок. Где-то разберите его, где-то пусть подмешается к голубому, где-то пусть добавьте туда немножко розового, чтобы это был не тупенький коричневый, горячий коричневый, а чтобы это была какая-то холодноватая смесь, в которой есть коричневый и розовый, где еще ковый нет. Есть камни, конечно, острые на переднем плане, ну, допустим, тихая вода, тихая вода, да, закат или утречка, и торчат из воды камушки. Не рисуйте какашечки. Если у вас есть ассоциация с ваш камень похож на какашечки, вспомните, как выглядят торчащие из воды бельмотики. Нежненькие спиночки, ну, или еще что-нибудь торчащие из воды спиночками. Спиночка. Ну, здесь крокодильчик, наверное. Но, никак не какашечка. То есть, вот, у всех новичков какашечки. Прямо для себя определите. Вот это не то. Вот это. То есть, смотрите, как другие художники подходят ко мне. Потому что иногда действительно торчит из воды что-то несуразное. Ну, как правило, немножко облагозвучивают то, что торчит из воды. Черепашка выглядит. Черепашка. Камни допустим на переднем бы плане могли бы быть натоптаны по какому-нибудь тоже какой-нибудь траектории. Или вот здесь тоже зигзаги камни. В них где-то там между ними еще вода может струиться. По ним может струиться вода, которая стукнут. Ну, это все надо покажите. Когда вещь идет на морском пейзаже, если вы хотите приступить к морскому пейзажу. Это не значит, что вы взяли первую попавшуюся картинку и давай рисовать морской пейзаж. Чтобы подойти к морскому пейзажу, может быть и к другим пейзажам, близко к тому, но особенно к морскому, соберите материал. Соберите материал у других художников возьмите в интернете. Нащипайте, нащипайте, как другие художники решают в море. Как выглядит море на фотографии? Насобирайте, насобирайте. Не две-три, не двадцать-тридцать, а двести-триста. Картиночка у вас должно быть перед глазами, чтобы вы, если надо, там взяли чуть-чуть, там взяли чуть-чуть. вот художник Шемякин, который уехал в Штаты и там процветает, он даже собирает, ну, в этом случае, лет десять назад, я смотрел передачу, и он собирает материал для художников, то есть как бы хочет выпустить в виде труда собранный материал. Допустим, художник решил написать балерину, ну, не береться же в зал с балеринами, отвлекать их от танцев, делать наброски, ну, как по той схеме, по которой это делалось в прежние века. Нет, Шемякин рос фото материала с балеринами. Человек посмотрел, вот, освещенность некрасива. Хорошо бы вам, когда вы приступите к морскому пейзажу или любому другому, любой другой задаче, делать аналогии. То есть вы взяли кого-то из опытных художников, взяли его картину, нашли похожий мотив на фотографии, даже может быть собственного производства фото. Нашли, ага, смотрим сюда, пишем вот это. То есть аналогии для вас уместны. А вот так просто взять картинку, сейчас я напишу море, неуместно. Ну, кроме самых элементарных вещей, которые мы вначале обсудили. Полосочка неба, полосочка моря, песочек. Игорь, покажите камушки, как писать на этом полосочке, пожалуйста. Ты понимаешь, камушки без контекста будут выглядеть какашечками тоже. Просто даже в моих руках они все равно будут выглядеть вот эти. Контекст нужен. Вот здесь контекст есть, но засорять угол здесь камнями, ну, просто ни к чему. не потому что хорошая. Просто здесь этот наоборот не нужен. Он мог бы быть, но он здесь не нужен. Здесь вот этого достаточно и это звучит. И я чтобы не сбивать с толку. Опять же, вот эти вот камни, которые поддерживают передний план, чаще всего нужны, когда закат, когда пусто на картине. Когда кроме этой растяжки, растяжки здесь, солнышко и порог, облаков, больше ничего на картине нет. Как бы пусто. Тогда появляются камни. Там контекст. Это очень важно, конечно, не перебарщивать в одном случае. Хочу подремонтироваться камни, поэтому с ее их везде. Не, не надо. То есть тренируемся с камнями только в конкретных случаях, где это уместно. И тоже ищем аналогии, насколько это уместно для моей, для моего сюжета. Значит, вы поняли, что когда вы приступаете к морскому пейзажу, у вас должно быть 200-300, а лучше 2000-3000. Картиночек на эту тему. То есть, с какого-то момента, когда вы вообще взялись поучиться рисовать, вы в интернете уже сидите ни в контактах, ни в одноклассниках, а если сидите в контакте, только для того, чтобы все красивые картинки нащипать, нащипать, нащипать. А вообще просто шаритесь по сайтам фотографов, по галереям виртуальным и собираете все интересное, как пчелки. Собираете, собираете, и по мере того, как вы будете собирать, у вас кругозор конечно колоссально расширится, ну и конечно у вас появится материал для работы. Без материала для работы работать очень тяжело. Опять же, вот почему я говорю, что на моих мастер-классах у нас задача научиться писать картину. Ведь есть определенная технология, проблемы творчества есть. И чтобы написать картину, нужно пройти несколько раз этот путь, чтобы понять, на каком этапе у меня могут возникнуть проблемы и какого рода возникнуть. Поэтому наличие материала, вот у меня наличие материала гигантское. Все, кто у меня ходит 20-30 и больше раз, у них материалы тоже почти сопоставимы со мной. Они настолько хищно сидят в интернете и собирают этот материал, что иногда смотрят, думают, какие картинки нашла. Ну, неудобно же так вот сказать. Тай мне тоже. Важаешь, коробочка, если же бросить. у меня кроме коробочки есть, они флешку принесут и дразнят меня, что вот они такое нашли, сякое нашли. Ну, из-за того, что мы с ними любим писать, допустим, я смотрю и завидую тоже. Думаю, вот какие у них есть. Ну, кто-то удачно нашел какой-нибудь сайт, щипало тысячу интересных вещей, а я этот сайт не нашел. Ну, так надо сразу же... А зачем вам пройдет время? Уже есть сайт, уже есть это... Ну, неудобно. Это его, это его творческое, нажитое. Так а кто направил? Вы же направили, сказали, вы родились. Иногда я прошу, но не всегда это удобно. Они боятся, что с их картинок будут писать другие, и что их коллекция уже не будет такая эксклюзивная. Ну, в таком случае, краснотуру пишут, кто боится. Нет, ну, в любом случае, это все будет искорить. Мало и так. Пожалуйста, если бы, ну, не успела, как он закончится за один раз, когда стоит остановиться и как потом продолжать? Конечно, в нашем случае лучше всего научиться писать картину за один раз. Мы, как правило, вторым сеансом слушаем картину. Мы не умеем работать вторым сеансом и не скоро научимся. Это я вам со всей ответственностью говорю, что второй сеанс для нас появится не скоро. Поэтому на второй сеанс надо оставлять только выписку деталей, вот то, что, ну, невозможно сейчас написать. Ну, скажем, караблик хочу нарисовать или чайчик прорисовать. По-сыром они у меня будут слишком кривые и непонятные. Ну, высохло, и я деликатенько вписал чайчиком, корабличем. А все остальное должно быть готово. Ну, в худшем случае не готово. Мы потом пошкурили еще. Помните, прошел месяц, мы пошкурили, и может быть несколько мазочков. то есть не наполовину переписали картину, а несколько мазочков. То есть у нас лимит максимум одна десятка. Если мы вышли, мы нарушили честное слово свое. То есть переписывать картину, это убить ее. То есть вы должны в первом сеансе вложиться настолько, с таким размахом, чтобы осталось только дотрогать. Будет видно, да, вот эти продолжения? Сухость это очень будет видно. Причем она в одном месте начнешь сушить. Оно полезет во все, потому что уже и другое место потребовало из-за этого поддержки. И оно начнет цепляться одно за другую. А если все-таки надо что-то отправить, а как будто высохнуть? Чем промасывать масло? Если она настолько не получилось, что ее надо наполовину переписать, вообще перепишите ее полностью. Вообще другую на этом месте картину напишите. Даже с учетом того, что там фактура. Взяли нож, пошкребли всю фактуру. Вот так прямо лезвие ножа, соскребли, чтобы там духа этой фактуры не остались. Взяли другой сюжет и на этом месте просто тоже морской, другой. И все которые там чуть-чуть остаются, они просто будут мерцать, подкладку давать фактуры. но бросить уже на другую. Или тот же сюжет, только игнорируя полностью, перекрасить, полностью все тоже сделаем. То есть либо как с самого начала. как с самого начала. Ну если немножко. Вот например подправить скалу. Ну недосмотрел там что-то с освещением было. Одну десятую. Одну десятую картину. Прекрасно спадают. То есть а вот это что промазывает там вся пепель? Ну значит какую-нибудь. Да можно и крупную. А литература пишет там надо промазать маслом или там чесноком каким-то что-нибудь. Нет чесноком это джуха. Да вот это тоже. Ну расскажите. От вампира. Да от вампира. От вампира. А хочу объяснить. Нет но чесноком действительно вот место пожухло и действительно с ним оно проблемное стало. Чесноком протирают для того чтобы устранить эту жухлость. Но это от послойного письма. После первого сеанса пожухлости быть не может. А вот когда мы второй раз пописали полкартины переписали потом третий раз у нас появились мерзкие пожухлые места вот мы не знаем что с ними делать берем чеснок воняем семьи людям всем воняем но мы зато знаем что чесноком можно. Я честно говоря не встречал ни одного художника из своих друзей которые бы стояли бы чесноком в руке а масло некоторые художники смазывали ну это разы скрывает маслом да вот маслом смазывает просовший слой смазывает маслом и по нём пишет потом дописывает например через неделю через неделю то есть даже если бы я продолжил эту работу то я бы допустим пошкурил когда она высохла потом смазал бы маслом это я скажу да некоторые вещи ну просто рано рано заниматься вторым сеансом второй сеанс это уже вырисовывание нет у вас вырисовывания оно его в вас ещё нет оно дай бог чтобы оно начало появляться на первом сеансе способность к вырисовыванию но зато в первом сеансе оно всё одно в другом оно естественно всё схвачено а как только вы пошли вырисовывать на второй сеанс вот этой схватки целостности уже и будет вы будете мерзкие скучные противные телевики давать вместо вот этого так они будут хотя бы вписались хотя бы вписались а так она будет как налепленная и причём неестественная вот эти все вещи станут неестественными потому что вы будете их делать по-сухому не будет вот этого влажного контекста который вы тут же поправили если что помните чуть что я уже изменил сюжет а вы уже не сможете вы должны по-сухому положить некрасиво а уже не снимешь то есть стереть можно тряпкой она немножко разотрётся это пятно и ещё затёр не сможете вот нет у вас ещё вырисовывания вас его нет поэтому пусть это вырисовывание чуть-чуть формируется в первом этапе оно тоже будет формироваться вы тоже все эти вещи будете накладывать вот единственное что по-сухому ну вот чуть-чуть можно вот здесь потоптаться по-сухому чуть-чуть 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 а то десяток ну может быть где-нибудь чуть-чуть вот чувствуете или начали картинку а там в таком месте какой-то вкусненький уделок а у вас в принципе похожий и вы так тюк и у вас тоже вкусненько и уделок понятно это старые мастера наверное лисилок они большинство писали накладывали раз они писали по два по три лисилки вообще не для вас просто не для не потому что не может человек взрослый вдруг уйти в живопись настолько чтобы дойти до лисировки во-первых они толком никому не нужны по большому счету сейчас волнение вызывает не лисировка а густая краска если хотим безвестности уличных продаж или еще что-нибудь ну займитесь лисировкой понятно если достигнуть совершенства в лисировках то конечно это будет иметь колоссальный спрос и против но это очень рискованный путь просто ну лисировка в том смысле что тонкий слой краски да но лисировочное послойное письмо не для вас ну это по принципу как там с парашютом прыгнуть если первый раз не удалось парашютный спорт не для вас ну не экспериментируйте с парашютным спортом и последний вопрос и больше не буду готовая работа написана нормально все но она немножко не дотягивает цвете но бледноватая вот-вот хочется добавить или цвета или живости все правильно но она вот бледноватая но не хватает что с ней сделать добавить или отложить через месяц все это будет хватать нет но если человек не видит в мясном где ему не хватает сверху вот он видит что не хватает сверху то что что у него сейчас где он начал видеть а где картина там уже внизу нет не внизу это фотография на сейчас больше не ну вот смотрите вот например представим себе что когда он только набирал эту картину тоже была вот такая история да голубые белости зеленоватости какие-то на мягке зеленоватости ему допустим не хватало цвета а здесь какая-то мгла синевато-коричневатая чуть-чуть зеленовато не хватает взял и набомбил цвета да то есть мы в принципе в картину можем набомбить цвета усилить оранжевый разбил там где освещено солнцем усилить синий там где тень просто взять и усилить уядовидить цвет нормальное явление да если немножко прозрачненько красочкой чуть-чуть в определенных местах но это уже лисировки а мы тут мы тут уйдем можно лисировками взбодрить можно вообще вот допустим ну может не морской пейзаж скажем цветочный у нас натюрморт и вот как ты говоришь нам не хватает цвета взяли намылили грубо говоря намылили маслом ну тройником допустим масло лак и разбавитель намылили всю работу ну кистью где-то набрали рукой подрастерли тряпкой допустим немножко лишнее сняли потом взяли любой цвет допустим желтый и все или охру все в это вот мыло масло с лаком да вогнали немножко вот охру и она вся стала чуть-чуть тепленькая чуть-чуть можно ну в данном случае ты сразу делаешь крем в какой-то цвет можно в другом месте подложить там допустим ультрамаринчик коричневилку подложить тоже так прям прям пальцем где-то взял немножко посмотрел ага вот но это лисировки да лисировки штука хорошая но чтобы к ним подобраться нужно немножко созреть потому что вот так вот с бухты баракты красиво ты лисировку не положишь поэтому надо никаких лисировок густая краска первые сеансы и минимум точного рисунка и тогда это будет полет а так это будет на пузе а вот мы закончили картину месяц прошел все подсохло перед тем как поместить в раму что еще нужно сделать в раму можно сразу поместить она у тебя прекрасно досохнет и в раме не надо ничем покрывать ничем ничем ну до того как ты в раму в раму высохла а потом лаком протерла и все просто протереть ну как штрихователь можно один к одному с разбавителем и штрихователь просто протереть и все в раму либо и штрихователь по поводу фольги вот здесь фольга середриста золотистая вот ее можно не здесь будет декоративно подходить к картине, конечно, там кроме фольги столько всяких примочек есть. Я, честно говоря, фольгой не пользуюсь, поэтому это скорее к тем, кто... Ну и есть еще акриловое золото, акриловое золото, наверное, серебро тоже есть, но просто я этим не пользуюсь, я не могу. А там, конечно, всяких прибамбасов, пружих людей. А стоит ли вообще лаком покрывать картину все или выборочно? Или выборочно не станет? Ну, хуже никогда не станет, если мы протрем лаком. Просто, если мы поторопимся прокрыть лаком, скажем, через неделю, вот она едва просохла, мы ее покрыли прокрыть лаком, то лак нахально не сохнет и собирает на себя всякую пыль, и это будет уже не очень... А он так и не будет сохнуть, он не хочет сохнуть. То есть он высох, но липким остался. А если мы через несколько месяцев, ну, через месяц, тогда он моментально высохнет. Какой на сегодняшний день лучший покрылый лак? Не знаю я лаков, в числе покрылых. Нет, покрылых лаков редко доходит. Скажите, а можно, допустим, вместо лака покрывать, вместо лака именно, да, законченный штрих, маслом, оно же тоже сохнет? Масла нет. Ну, просто вот тоже очень на сайтах пишут, что вместо лака иногда можно льняным маслом, оно быстро сохнет, это же глянь сдает, вот как бы пленочку вот эту, из защиты. Да, ну, раз пишут, может, если... Ну, может, значит, может, раз пишут. Но пишут за другой штрих. Наверное, может быть. А лак, это грабантный, и... Ну, обычный, да? Ну, это как бы технологические вещи, честно говоря, это не ко мне. Я не въедливаю такой. Нет. Вот это можно смешивать, это нельзя. Вот, кстати, да, там, некоторые высокоумные учителя знают, что нельзя с чем смешивать. Там какие-то краски с чем-то нельзя смешивать. И вот у нас как раз пример импрессионистов, в частности, Ван Гога, что что-то он там смешивал, чего нельзя смешивать, и теперь краска отлипает от холста, и там где-то потеряла цвет. А тем не менее, весь мир носится с Ван Гогом, стеклом придавливают краску, чтобы она не отваливалась. Вот. И ничего. Пускай носится в конце концов. То есть, можно, по-моему, сильно въедливо не париться. Вот я знаю по иконописи, когда человек, приступая к иконописи, делает акцент не на лике и его духовном проявлении, да, как оно будет, какой будет лик. Лик будет Христа или антихриста? По духу. А он делает акцент на доске. Варит там, в ведра стоит, стоят, варит, варит этот грунт. Хотя для грунта достаточно любой меловой этот состав, который продается в качестве, который просто утопит, допустим, ту же ткань, которую, ну, вот это вот, или в кастом, как он называется. В общем, акцент делает на доску. Делает, чтобы доска была там из какого-то специального дерева со всеми причудами. И вообще не может написать лик. То есть, а потом пишет из тукана, вместо того, чтобы это был образ. Вот. Но зато он всем показывает, какая у него доска. Поэтому в живописи можно легкомысленно относиться вот к качеству изделия, не в качестве, на чем, длиной холст или не длиной. Какая разница? Нет разницы. И тот, и другой, если хороший грунт, будут как родные. Ну, я не знаю, 300 лет не прошло, как хэбэшная ткань, сохранится она или нет. А ляные холсты сохранились. Ну, я не думаю, что хэбэшная ткань не проживет хотя бы 200 лет. проживет как родная. А там уже и конец света. Спасибо. 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 Спасибо.